На Харьковщине началась регистрация на участие в проекте IT Recruit 2.0 для ветеранов АТО. Демобилизованных участников боевых действий будут обучать актуальным специальностям – тестировщик, контент-менеджер и оператор 3D-принтеров. Занятия будут проходить в трёх группах в течение трёх-четырёх месяцев. Получение специализации всегда востребовано и всегда важно. Во-первых, это саморазвитие. Во-вторых, для тех ребят, которые вернулись и ищут возможность найти себе работу, это хороший шанс для того, чтобы получить навыки в этой сфере. Занятия проводят специалисты ХНУРЭ, а также руководители IT-компании Харьковщины. Они уже на самих занятиях могут увидеть, кто способней, кто активней, и этих ребят привлекать к себе на работу. Этот проект получил грантовую поддержку Международного фонда «Возрождение» в рамках конкурса «Содействие социальной адаптации воинов АТО». Программу будут реализовывать Департамент по повышению конкурентноспособности региона совместно с Харьковским областным союзом молодёжной инициативы и Национальным университетом радиоэлектроники, в стенах которого и будут проходить все основные занятия. Также планируется сотрудничество с ведущими харьковскими IT-компаниями. В рамках этого проекта мы хотим не только обучать ребят, но и создать некую систему социальной ответственности, вовлечь IT-компании Харьковской области в дальнейшую реализацию этого проекта. И хотим сделать так, чтобы проект не заканчивался после окончания финансирования, а был постоянно действующим. А с учётом того, что в Харьковской области уже около двух тысяч человек получили статус участника боевых действий, то есть участника антитеррористической операции, то потребность в подобной программе достаточно высока. В областном центре занятости отмечают, получив IT-специальность, участник боевых действий может не ждать трудоустройства, а работать сам на себя. В последствии те, которые получают IT-специальность, специалисты открывают собственное дело и уже работают впоследствии как приватные предприемцы, вы можете сегодня при помощи службы занятости получить неплохую денежную выплату. Это порядка 55 тысяч гривен единоразово. Первый этап проекта IT-рекрут был реализован в прошлом году. Выпускниками стали более 20 демобилизованных военнослужащих. Все они успешно прошли обучение по курсу «Тестировщик программного обеспечения». Большинство выпускников нашли работу, некоторые из них в процессе трудоустройства. Проект ещё помогает, даёт возможность будущему трудоустройству, что несёт в себе определённые социальные гарантии. И таким образом это ещё способствует социальному откататься. Для участия в проекте необходимо до 30 апреля зарегистрироваться на сайте Харьковского областного союза молодёжной инициативы, пройти собеседование и предоставить документы, которые подтверждают участие в АТО. Елена Захаренкова, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».